Шумбрачи, Вечки, Вейкс, Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат Раб и я ее ведущая Татьяна Родионова. Одним из самых ярких весенних событий нашего региона стал областной мордовский праздник Шумбрат. Он проходил 27 мая. Давайте посмотрим, как это было. Этот праздник стал юбилейным. В десятый раз Шумбрат собрал представителей мордовского народа со всех уголков нашей области, а также из других городов. Его главная идея – сохранение национальной культуры и традиций, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. Это особенно важно для Ульяновской области, где проживают представители 120 национальностей. Красочный, самобытный, веселый, шумный праздник принимал гостей. Проходил он в парке Владимирский сад. Здесь можно было окунуться в атмосферу народного гуляния, попробовать национальные блюда, познакомиться с мордовской музыкой, поэзией, танцами, ремеслами, принять участие в народных играх. Рядом расположились национальные мордовские потворья, выставки декоративно-пригладного творчества. Здесь можно было полюбоваться красивейшими народными костюмами. Попробовать мордовские угощения, коих было огромное разнообразие – пироги, блины, окрошка, квас. На любой вкус. Свою работу представляли и районные автономии. Дело в том, что в 2014 году я впервые пришел в автономию, стал ее председателем и задумался, почему же у Чуваши есть свой праздник Акатой, у Татары есть свой праздник Сабантой, а у Мордовии единого праздника в России нет. Немножко подумав, посовещавшись с Министерством культуры нашей области, с Министерством культуры национальной политики Республики Мордовия, мы пришли к выводу, что необходим единый праздник в России мордовский. Мы его назвали Шумбрат. Ну а потому как инициатором явился Сафонов, ваш покорный слуга, решили, что мы впервые его проведем здесь, в Ульяновске. Мало того, нас поддержало и правительство, и губернатор Ульяновской области, поэтому мы явились таковыми зачинателями этого большого праздника. И не зря у него есть лозунг, девиз «Шумбрат всегда, Шумбрат везде». Он уже начинает постепенно осуществляться. Шумбрата до елгат. Монтиче, юфтан, тын деньг, пек-покш, поздоровт. И поздравление. Сенькурят, что мене кошца ульяновская садь. Ютай, десятый раз, пек-покш, мокшень эрзень праздник, лемезы кунань, шумбрат. И вейксне, мирян, поздоровт, и здоровья желаю. И чтобы вейкс мог шотнее и резетнее, и рельс как можно дружнее, и вейкс влиятельнее Марту тоже. Литературный микрофон представляла областная научная библиотека. Здесь можно было увидеть выставку книг на мордовском и русском языках, послушать выступления мордовских литераторов. Открытый микрофон работал для всех гостей праздника. Все желающие могли исполнить любые произведения. Выставка культуры мордовского народа, мастер-классы, рукотворные чудеса приглашали всех неравнодушных и активных попробовать себя в роли резчиков по дереву, художников или мастеров декоративно-прикладного творчества. На детской площадке с концертной программой выступали победители детского конкурса мордовского творчества. На праздники можно было оформить подписку на областную мордовскую газету «Ялгат». Здесь же была организована работа торговых рядов, чтобы каждый мог приобрести сувенир на память. Сейчас вам принесутся. Сейчас принесутся. В 10-м юбилейном областном мордовском празднике приняли участие творческие национальные коллективы, вокальные и фольклорные группы, ансамбли, хореографические коллективы из Инзинского, Кузоватовского, Ульяновского, Теренгульского, Старомайнского, Новомалоклинского, Новоспасского, Павловского, Радищевского, Николаевского, Базарно-Сызганского и Барышского района, а также гости из Республики Мордовия. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Праздник посетили высокие гости. С приветственной речью к гостям обратился губернатор Ульяновской области Алексей Русских. От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. В этом году Ульяновскую область широко и радостно отмечает 10-й юбилейный раз. Это говорит о том, что он стал нетемлемой частью нашей культурной жизни и полюбился не только представителям мордовского народа, но и всем жителям нашего региона. Сегодня мы с вами отмечаем еще один особый для нашего многонационального региона праздник. День дружбы народов Ульяновской области. Я выражаю огромную истинную благодарность всем, кто помогает нам сохранить и приумножить свое главное богатство, унаследованное от великих предшественников. Мир, абсолютное понимание и братское взаимодействие людей и народов, которые проживают на территории Ульяновской области. В этот день Ульяновская область принимала почетные делегации из республик Мордовия, Татарстан, Чуваши, Башкорстан, из Саратовской, Нижегородской, Пентинской, Самарской, Ленинградской и Московской областей. От лица главы республики Мордовия участников и гостей Шумбрата поздравил первый заместитель министра культуры, национальной политики и туризма и архивного дела республики Мордовия Александр Корьгин. Дорогие друзья, уважаемый Алексей Юрьевич, позвольте мне по поручению главы республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова сказать искренние слова. И прежде всего он говорил, скажите это на Мордовском. В данном случае мне ближе макшанский язык, самые добрые слова. И пусть на этой площадке, сегодня на Ульяновской земле, наша традиционная шумбра звучит целый день. Шумбрат, шумбрат, шумбрат. Симба детейн келька маялгат, парами в тярсимат, катктяфта маялатня, сядатоу, минь кельца мазь марсанвиса, и катк миюронька мазярдова кафюк ставихт, и катк симба кози панарника мороняка, сядатоу, цуахт ирянс. С приветственным словом также выступил председатель межрегионального общественного движения Мордовского макшанского ирзианского народа Юрий Мишанин. Как известно, мордовский народ по всей стране живет. В каждом регионе есть где больше, где меньше. И во всех этих регионах есть наши официальные организации, которые развивают культуру и традиции своего народа. Начиная от Дальнего Востока, кончая Калининградом, Крымом. И сейчас создаем на новых территориях нашей страны. Они конструктивно работают, поддерживают культуру, взаимодействуют с властями и так далее. Поэтому это очень благородное дело. Нам, конечно, приходится ездить везде. Дома не бываем, но это очень приятно и хорошо. В пути находимся, встречаемся всегда. Ну и вот в Ульяновске ежегодно мы приезжаем, не только наш умбрат, на многие другие мероприятия. Вот в Митровграде недавно были мероприятия мордовские. Мы были там, в районах Ульяновской области. Мы всегда говорим, что в Ульяновской области всегда очень конструктивно работала мордовская организация. Почетным гостем праздника стал и российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион мира и Европы, мастер спорта, участник специальной военной операции Владимир Минеев. В торжественной обстановке прошло вручение почетных грамот и благодарственных писем губернатора Ульяновской области за заслуги в отрасли образования, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу по этнокультурному воспитанию подрастающего поколения, за вклад в сохранение и популяризацию национальной культуры, языка, традиций мордовского народа, укрепление межнационального согласия были награждены мордовские общественные деятели, представители сферы образования, культуры и спорта. А сегодня в нашей студии один из организаторов областного мордовского праздника «Шумбрат», заведующая отделом Мордовской культуры Центра по возрождению и развитию национальных культур Ульяновской области Наталья Скобелкина. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте! Наталья, скажите, пожалуйста, чем отличался наш 10-й мордовский праздник юбилейный? Юбилейный «Шумбрат» отличался масштабностью. Этот яркий праздник посетило более 4 тысяч человек, которые могли наслаждаться этой праздничной атмосферой. и ощутить на себе вот эту вот мордовскую культуру, приобщиться к ней. Могли участвовать в мастер-классах, могли участвовать на спортивных площадках, могли заниматься живописью. И особенно, конечно, удивительно то, что у нас есть детская площадка, где мы видим, что культура мордовского народа возрождается, что детишки поют на мордовском языке, танцуют мордовские танцы. Это особенно радостно было. Самым ярким впечатлением, конечно, это было посещение нашего праздника этно-арт театра Варма из Республики Мордовия, которые представили костюмы именно мордовского народа, стилизованные. Всем зрителям очень понравилось. Своим колоритным выступлением украсил праздник этно-арт театр Варма из Республики Мордовия. Гранд-призер, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов высокой моды под руководством заслуженного работника культуры Республика Мордовия, лауреата Государственной премии Республики Мордовия, кандидата к культурологии Татьяны Сидоркиной. Театр представил коллекцию этно-костюмов, состоящую из оригинальной авторской одежды, созданной на основе традиционной одежды мордвы-мокши и мордвы-эрси. Скажите, трудно ли было готовить весь этот праздник? Такого я не могу сказать о подготовке, потому что очень слаженно подходили к этому вопросу все. Это помогало нам правительство нашей Ульяновской области, это администрация города Ульяновска, отдел культуры, конечно, парк Владимирский сад, это управление образованием поддержку оказывало. И все были очень дружными. Слаженная работа привела к тому, что праздник удался. Я могу вам подарить фрагмент хорошего настроения от Шумбрата, исполнив фрагмент песни мордовской. Пожалуйста. Ай да стир не то зя да, тёжде нур донясь, мазы мора-мора да, яички зень пенясь, вишк старды ай, горнясь, мордвы-сялюминь, горняй, горняй, поэгонясь, динго-динго-динь. Наташа, спасибо огромное за беседу, за ваш музыкальный подарок. Очень было приятно услышать вас. И я желаю, чтобы наш праздник Шумбрат развивался, и от года в году всё становилось лучше и прекраснее. До свидания. До свидания. А сегодня мы прощаемся с вами. Я напоминаю, наша программа выходит каждую первую, третью пятницу месяца на телеканале Уллправда ТВ, и в записи её всегда можно посмотреть на канале Уллправда.ру. До свидания. Вас, Тома Занок. Субтитры создавал DimaTorzok Уллправда ТВ, Продолжение следует...